МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Столичного вуза. Не женат, детей нет. Подозревает свою невесту в измене. Слушаем вас, Ген. Я давно встречаюсь с девушкой. Живем уже вместе. И росли всю жизнь вместе, в одной компании общались. И я подозреваю, что она мне изменяет. Почему вы так стали думать? Я как-то зашел на ее страничку, и там был написан статус «Свободно». Я считаю, что это вообще ненормально. Когда мы с ней в отношениях... Как она это объяснила? Она сказала, что вот женишься на мне, тогда она уберет свое благотворение. Я хотел подкопить, как-то встать на ноги. И потом тогда уже и жениться. Но раз такое дело, я ей сказал, окей, хорошо, давай жениться. Она на это обсмеялась и сказала, что с отчимом посоветуется. С отчимом посоветуется, да. А мама невестит? Там такая ситуация, что мама умерла. Катя, невеста, собственно, моя, она часто ходит к отчиму. Ну, вы сейчас так говорите, как будто подозреваете отчима. Ну, все-таки не родной отец, но это что-то не то. Скажите, доступ к квартире отчима есть у вас? Да, у меня есть ключи. Тогда там установим камеры, в вашей квартире тоже установим. Будем следить, наблюдать. Спасибо большое. Да, спасибо. На связи. На связи. Так прям твердо уверен в отчиме. Загнался, думаешь, парень, да? Да, думаю, сам себя чуть-чуть не стращал. Ладно, будем наблюдать. Давай сейчас. Давай. Накануне вечером оперативники завесили квартиру, где проживает отчим подозреваемый. А сегодня утром группа обвеса устанавливает камеры видеонаблюдения дома у нашей юной пары. Всем внимания, во дворе появилась подозреваемая наша. Екатерина Роскова, 20 лет. Работает официанткой в ресторане. Не замужем, детей нет. Увидели, Тим, что делаем? Быстро сворачиваемся. Екатерина подходит к подъезду. Валим из квартиры. Да, понял, Тим. Олег, услышал? Да. Давай. Сигналы проходят, парни, все нормально. Бегом, бегом. Там в подъезде запакуйтесь. Костик, выходите. А девушка заходит в подъезд. Наши вышли из лифта на первом. Да. Ребята сработали в высшей степени профессионально. Камеры установлены. Установлены сигнал проходит. Принесло, но по лезвию прошлись. Опасения заявителя насчет отчима пока кажутся нам неубедительными. Но надо разобраться, что происходит с Екатериной. Хочет ли она на самом деле сыграть свадьбу с Геннадием и сменить в соцсети статус свободно на замужем? Звонок фиксируем. Есть звук чистый. Сейчас. Не, не могу. Ну, занята, да. Куда-то ее приглашают, ведьма. Ну, ладно тебе с ума тоже сходить. Вечером убедимся. Может, синих? Вечером будет встреча. Начало расследования всегда самое сложное. Ведь пока еще слишком много неизвестных. Продолжаем наблюдать. Слушай, ты извини, что я изданка. Просто. Просто. Да, ему тяжело произвести то, что он хочет сказать. Жить на месте не стоит. Я, вроде как, на месте тоже не сижу. Слушаю внимательно. Ну, в общем, я страшно постарался. У нас вроде как роман. Ну, нормально. Все тоже сижу с одного. Но вот все и разрешилось. Никаких противоестественных отношений между отчимом и падчерицей нет. Просто они по-настоящему родные друг другу люди. Я очень хочу вас познакомить. Если ты завтра вечером не занята, то я буду признать, что не ест. Конечно, давай. Странная тема. Она почти с голой грудью перед ним сидит. Давай, добро. Я пойду. Я в небеде, из него это подозрение можно снять. Ну, прости. Мне самое главное было тебе сказать. Нашему заявителю должно быть стыдно за свои подозрения. Возможно, после смерти близкого им человека, Кирилл и Катя особенно стали нуждаться в поддержке. Они остались одни друг у друга и поэтому так сильно сблизились. Геннадию лучше бы найти общий язык с отчимом невесты, вместо того, чтобы выдвигать обвинения. Работаем в квартире. Кто-нибудь расходится. Ближе к вечеру Екатерина снова вышла из дома. Хоть ее жених и ошибся в своих предположениях, мы продолжаем следить за девушкой. Раз уж взялись за дело, то проверим все возможные контакты подозреваемых. Она во дворе идет в сторону беседки. Ребята, аккуратно. Попробуйте подойти, звук вашего. Пошел, пешеход, сделаем. Что вам дела? Ну, что у вас как? Здесь какая-то тусовочка ее ждет. Привет. Екатерина сказала, что у него дела какие-то. Какие еще дела вечером? Не знаю. Ну, может, он завел кого-то? Да и хрен бы с ним. В смысле? Нормальное такое отношение к своему парню. Неужели Катя уже давно охладела к жениху и встречается с ним больше по привычке? Скоро выясним. А пока похоже, что сегодняшний непонятный разговор по телефону был с кем-то из этой банды. Какая-то неблагополучная компашка-то у них в съемке. Добрый лет. Валера Люба. Вот это. Только вспомнили. Еще два человека присоединяются к ним. Молодой человек, девушка. Как все? Грязен, блин. А сама? Ну, что, как вам? Я уже думал, что такой копоты нет у нас в городе. Она отсел даже от меня. К телефоне. Копается. Где-то к жениху не сядешь. Фиксируем. Да, 24 на 7 он с одной. Господи, чего вы? Я ему надоела. Видимо, в этой компании не только у нашей пары не ладятся отношения. Все это немного странно. Очевидно, что пришедшие ребята – молодожены. А Кате недавно сделали предложение. Но на лицах всех троих что-то не видно. Счастья и радости. Продолжаем следить за отношениями. Ну, что это? Да, это телефон. А нам? Принчет ей показывать. Там в телефоне, внимание. Что в беседке? Все дело с вами. Наш заявитель идет в сторону беседки. Не то, что дождемся. Йо-йо-йо, ребята, здорово. О, привет. Опа. А вот и наш заявитель. Вся тусовка в сборе. Однако, похоже, что кое-кто тут успел друг другу надоесть. Мы обратили внимание, что две парочки сели порознь. И тем не менее, ребята стали придумывать, как им не умереть от скуки в это холодное дождливое лето. Предложение искали? Да. Стендап. Огонь. Завтра. Я не могу. Чего? Кирилл попросил помочь. Ты прикалываешься опять? Кирилл? Да. А что ты так не делаешь? Что это? Подозреваемый не пойдет с ними вместе на стендап. Да, все понятно. Она отчиму обещала. Да ничего. Ты идешь домой? Смотри, какой ливень. Не плохо было бы на заявитель сообщить про ее отношения с отчимом. И теории, которые принимают решение, успокойтесь. Какой-то стендап придешь-то? Давай, письмо. Очевидно, что любое упоминание о Кирилле вызывает у нашего заявителя агрессию. Вот и сейчас, не узнав, в чем дело, он сразу психанул. Катя побежала за ним. Значит, ей еще не все равно. Но видно, что ее раздражает неприязнь жениха к отчиму. Наша команда следит за Екатериной Росковой. Ее жених Геннадий подозревал невесту в связи с отчимом. Однако первый же день срежки показал, что он ошибался. У Кирилла действительно роман, но отнюдь не с пачерицей. Во второй день наблюдения Денис назначил заявителю встречу, чтобы развеять его заблуждение. Ермак, работа сегодня с Денисом. Вот, встречаемся мы с заявителями. Докладывайте по факту встречи. У вас есть новости? Смотрите, мы вчера видели, как Екатерина общалась с Кириллом. Впрочем, и вот это общение мы хотим вам показать, чтобы вы поняли ситуацию. Я с Машей познакомился. Я очень хочу тебя познакомить. Если ты завтра вечером не сдад, то я буду признать, надеюсь, ты пришла. Теперь мне понятно, почему она не идет на концерт с нами. Угу. Что думаете вообще в целом? Видимо, с Кириллом у них ничего нет. Но, знаете, я бы продолжил все-таки слежку. Что-то тут явно не то происходит. Угу. Хорошо. Давайте последим еще. Ладно. Спасибо большое за хорошие новости. До свидания. Узнав, как обстоят дела на самом деле, Геннадий больше ни слова не сказал Кате про Кирилла. Чего, Валерка заходил? Да, он не сможет на стендап пойти и попросил последить за Люкой, чтобы она не нажралась, как обычно. В общем, принял, подонок. Ты им же уходишь? Да, все. Да, это просто парад лицемерия. Заявитель подозревает свою девушку, а сам нагло врет ей прямо в лицо. Похоже, что Гена судит о Кате по себе. И не исключено, что он сам ей изменяет. В подобной ситуации совсем не хочется продолжать дальнейшее расследование. Но мы не можем бросить дело, не поставив в известность заявителя, даже если он оказался нечистоплотным человеком. К дому, где отчим живет, подходит. Тем временем Катин отчим вовсю готовится к приему гостей. Очевидно, для него знакомство патчерицы с новой избранницей – это очень волнительный момент. Работаем в квартире. Да, сейчас он ей откроет. Все нормально, все сигналы есть. Давай, налетай. Я экран стол накрываю. Девушка не пришла еще, да, его новая патча. Я вообще с извинениями. Но сегодня не получится, понимаешь? Меня Генка позвал на стендап, и мы вчера с ним так поздорили. Надо с ним пойти, а то он обидится. Нормальный жених, а простите, вы решите? Не, простите, уж так получилось, но правда. Как неожиданно это произошло. Понимаете, как бывает. Надо же! Подозреваемая решила пожертвовать таким важным семейным мероприятием, чтобы окончательно наладить отношения с Геной. Знала бы она, что ее жених – наглый лгун. Отчим заметно расстроился, но постарался понять девушку и поддержал ее решение. Удачи тебе! Слава! Готовьте пешехода, похоже, она на стендап тоже поедет. Передай там от меня, извините. И летучую группу. Все, хорошего вечера. Давай, давай, давай. Принято. Мы решили довести Екатерину до клуба, куда компания собралась пойти смотреть стендап-шоу и на этом закончить наблюдение за ней. Подозрения заявителя оказались надуманными. Сам он показал себя непорядочным человеком. Пусть дальше Гена сам разбирается со своими проблемами. Мужики, она направляется в сторону собственного дома. Зима, посередине домой возвращается на стендап-шоу. Да, я вижу. Продолжаем наблюдение и картинку дайте из квартиры. Квартира пустая, потому что Геннадий и их компания уже уехали на этот стендап. Возможно, Катя настолько устала от всех домашних неурядиц, что решила отдохнуть от всех и побыть дома одна. А вот что здесь делает Валерий? Его новая пассия живет в этом же доме? Нет. Катя услышала звонок и пошла открывать. Может, у парня что-то сорвалось с подружкой, и он надеется еще застать дома Гену? Привет. Привет. У нас поцелуи тактильный контакт. Крутой выхлазили, да? Да, это точно. Короче, Катя изменяет. На месте я тебе все расскажу. Давай. Мы ждем. Мы попросили заявителя срочно вернуться домой, а пока Денис подъехал к месту событий, и сейчас Дмитрий ведет его в курс дела. Привет. Ну что там за нестандартная ситуация-то? Ох, Дэн. Сейчас ты когда все узнаешь, очень умеешь. Так. Послушайте, разговор Гены со своим другом Валерой. У меня наклеиваются с одной девочкой. А ты, если Любовь будет уходить рано, ты мне скажи. Наберешь? Окей. Гена, как настоящий друг, решила его прикрыть. Она наклевывается, в итоге с Катей. Да. Ну, слушай, если он прикрывает измену, Поэтому мне его не жалко ни капли. А, Валерий-то не промах вообще, да? К Геннадий подходит, мужчина. Да, здравствуйте. Да, Геннадий, здрасте. Привет, Гена. Нам тут кое-что стало понятно. Вы прикрываете измену своего друга, при этом беспокоитесь об измене своей собственной жизни. Ну, друг, которого ты прикрываешь, сейчас в твоей квартире. Ну, собственно говоря, да. Чего бы не хотелось. Это просто эффект бумеранга. Тебе с этой правдой самому жить, что ты будешь делать, вот можешь и решить, вот твои глупки, кстати. Иди сюда, блин. Гена, ты чё? Гена! Ты чё? Ребята, вместо мы всем ситуациям. Вместо. Я заиграл его! Садя! Гена! Что такое? Гена! Сад, сад, давай разнимем. Не сломай только. Что такое? Сейчас не надо, я думаю. За вами следили, я всё знаю. Слышь! Ди... Какой... Ди... 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 По своему мачу! И... Пошёл... Майя, одного фиксирую, чтобы они уже не дрались. А Катерина пытается сбежать. Вы кто такие? Программу опасность своей зарать не надо здесь. Чё ты орёшь? Куда она хочет, мы оставили её. Варенье. В руках тебя держите. Что ты хочешь, дурачок? Ди... Ди... Тварь! Почему Дениска идёт? Давай, её отстаскивай. Давай, официально, вот отстащи её. Тихо, 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 тихо. Всё, сейчас лезь выслал, вам здесь ничего выясняется физической силой. Есть проблема, отойдёшь потом, успокоишься. Ты сейчас не прав в этой ситуации, друг. Это не ваше дело! У тебя есть жена, может быть, это её... Пошёл. Всё, да. Она выйдет за тебя, да? Ген, мне кажется, сейчас тебе не надо здесь ничего. Уйдите отсюда, что вам здесь надо? Да уйди ты! Дэй, который спит с девушкой своего друга. Всё, Валерий, давай. Сходитесь, Валерий. Ну, идём. Ты сейчас... Да не отпускаем! Да отпусти! Ты имеешь право сейчас отправиться домой... Валерий, да вы... По-моему, мы сильно заигрались. Я думаю, всё, здесь можно заканчивать. Стоп, ребят. Дима, ты уверен? Не отпускай! Я тебя уброй, если ты ей скажешь! Скажешь ей, убройте! Да, 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 скажи! Всё, всё, всё! Ёга, аккуратненько там. Всё, разошлись. Саня уводит его. Стоп. Геннадий выгнал невесту из дома. Отчим отказался приютить Екатерину, сославшись на то, что она помешает ему устраивать личную жизнь. Девушке пришлось снять комнату в Подмосковье. Люба узнала об измене Валерия и подала на развод. Многолетняя дворовая компания больше в беседке не встречается. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok